Всем-всем доброе время суток. Давно я не снимала видео. Как-то на даче некогда было. И сейчас покажу немножко чем я здесь занимаюсь. Сначала покажу как мы спасаемся от комаров. В экспрессе появился вот такой тайга, вот такая жидкость тайга. В том году она была в круглых пузыречках. Сейчас вот в таких. И объем у нее стал побольше. 125 миллиграмм. 50 рублей мы закупили. Но сразу скажу, что вот флакончик не очень хороший. Мягкий. Я переливаю вот из-под москитового. У меня вот такая штучка осталась. Я переливаю. Она на 100 миллиграмм. Помогает хорошо. На час хватает. Это вот так мы защищаемся от комаров. И еще дополнительно появились у нас слепни. Такие большие мухи, которые привязываются. И фиг от них отвяжутся. В домике у нас безопасно. Потому что такая вот навесочка на магнитных. На магнитиках. Поэтому здесь можно чувствовать себя в безопасности. Мы привезли сюда вентилятор. Поэтому отдыхаем с комфортом. От жажды спасаемся. Вот у меня в морозилке морозятся кубики. Ледяная вода в стаканчиках. Лед. И я вот так достаю. И в кувшинчик этот лед. И красота. Айсберг готов. Воду мы привозим из города. У нас есть, правда, здесь скважина, где набрать. Но нам так удобнее. В стаканчиках не очень удобно замораживать. Вот я привезла формочки из холодильника, которые для холодильника. И я вот буду намораживать и в контейнер складывать. И потом, сколько надо, буду брать и в кувшин их пить. Это вот так мы спасаемся от жажды. Пойду напою своего золотого работника с холодной водичкой. Пейте воду, пейте. У меня в вазончике собрался распускаться бархатиц. А в Кашпоне так быстро растет сверху настурция. Здесь тоже бархатцы. Хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее настурция выглянула уже сюда. Покажу, как постепенно воплощается моя мечта по оплетению. Я же хочу, чтобы хозблок и туалет полностью виноградом зарос. Вот. Вазон уже не видно. Кто скажет, что там унитаз. Вот такие. Частец. Называются цветочки эти. И вот так оплетается у меня виноградом. Место уединения. Покажу немножко. Тоже у нас здесь сетка на магнитах. И покажу наш туалет. Пока кладовка у нас еще не приспособлена, чтобы там что-то ставить, вешать. Некогда. Всего две руки у мужа. Это же он должен там все сделать. Шезлонги храним пока вот здесь. Вот такой у нас красивый-красивый туалетик. И зеркало есть. Мне очень нравится. Красивый. Вот так хмелем. Я сажала маленький-маленький хмель. Вот так хмелем уже оплелся соседний сарай. Я не хотела, чтобы его видно было. Вот он к концу лета полностью исчезнет. Под хмелем будет зеленая стена. Правда, периодически мне приходится проверять, не залез ли хмель. Между крышей туда вовнутрь соседям. Вот. И вытаскивать его оттуда. Вот так уже подросли цветочки. Я забыла, как они называются. Мы в детстве клеили на ногти. Они такие, как ромашки. И мы делали себе маникюр из таких цветочков. И собираются отпускаться у меня. У нас на Украине они назывались царской короны. Такие оранжевые. Ну, как лилия. Здесь лилейник называется. Лилейник. Ну, может быть, и правильно, потому что лилия это немножко совсем другая. Самолет хочу показать. Вот так они летают у нас целый день. Так, вот такие цветочки у меня тут красненькие. Елочка подрастает. Что еще моя опрокинутая кашпо? Мой горшок опрокинутый. Вот бархатцы. Но они в тени и что-то медленно растут. Очень много у меня по участку аспарагуса. Это вот такие цветочки. В смысле, не цветочки они, а травка, которую в цветы вставляют, когда продают. Тоже вот собрался распускаться. Я его все время отсюда убираю, убираю. А он растет и растет. Просто под вишенкой. Как бы не место ему. Ну, он везде растет. И вот растет. Везде по участку растет. Вот, только сейчас увидела, календула распустилась. Цветочки календулы можно собирать, сушить, потом заваривать и полоскать горло. Ромашечки у меня уже даже начинают отходить. Смотрю, они засохли уже. Вот как не приду, жук сидит здесь. Что ты тут движешь? Что тебе здесь вкусно? М? М? Жучок, а жучок? Паучок. Красавчик. Давай, улетай. О, наверное, один и тот же приходит. Пионы я уже срезаю, которые отцвели. Еще есть немножко. Вот беленькие, розовые. Здесь такие вот бордовенькие. И смотрите, какие у меня огурцы уже. Я уже даже сорвала первый огурец. И соседка мне сказала, что первый огурец должен съесть мужчина. И я его мужу отдала. Он его съел. А второй маленький я съела. Вот такие у меня огурчики уже высокенькие. Хорошие. Я в том году сажала, но мы как-то халатно к этому отнеслись. Первый раз я вот так культурно, что подвязывала. Мне нравится. И кукуруза. Вот такая кукуруза. Я надеюсь, что на мой день рождения в июле может быть, будет уже початки. Хотя она вряд ли 10 дней осталась. Но она высокая. Уже нет початков не будет. Вот колосики. Колосочек вот есть уже. Лук. И вот сейчас покажу. Я уже даже на салат сорвала лучок, который вот муж смеялся с меня, что я его посадила в семенах которой. И вот он, пожалуйста. Он даже очень приличный. Сейчас. А! Вот он какой. Вот, пожалуйста. Можно его уже тоненький такой. Хорошенький. Можно на салатик резать. И вот какой замечательный у меня базилик. Когда он был маленький, много пустых мест было. Муж говорю, мало, мало. А сейчас он поднимается. Вот какой красивый. Хороший. Пахнет хорошо. Ну и петрушка. И укроп. И смотрите, какие у меня тыквы. В смысле не сами тыквы. Только листья. Но я не только целый день хожу по городу. Я еще и занимаюсь. Вот мои грибы. И вот листья. И вот я собралась сегодня красить. Но так день быстро кончился. Что я не успела ничего покрасить. Надеюсь, завтра у меня получится покрасить грибы. И потом покажу. Николай Петрович закончил практически коробку основную. Много, конечно, тяжело было выровнять. Вот. 27 кирпичей осталось положить. И коробка будет основная готова. И потом надо будет только вверх еще три ряда. и можно будет вставить вот эту штучку. Тут есть еще вишенка молоденькая скороспелочка. Ну, на ней всего вот три ягодки. Но самое главное, что она растет. Вот так прошел еще один день на даче. На этом разрешите откланяться. Пожелать вам мира и добра. И пока-пока.